Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Хинж. Экспериментальный, в Сурвайвл Хоррор именно так описывают разработчики свое детище. К сожалению, на данный момент в игре только английский язык, но я думаю, мы разберемся со всем происходящим. В конце концов, это именно Сурвайвл Хоррор. Так, кажется, соседи топчут. Наш все в пыли. И вполне возможно, что в этой комнате мы очень много времени провели. Освещение здесь, конечно, не самое лучшее. Фотография каких-то военных лет. Вырыски газетные и журнальные. Возможно, это какие-то намеки. Наклеечку отклеить не получится. К сожалению. Там кто-то в могиле пози... Позирует, по-моему. В гробу, точнее. Да, честно говоря, я не заметил, что здесь отсутствует пол, но ничего страшного. Немного, слегка совсем напоминает Лэрсов Фир. Визуально выглядит симпатично. Но пока мы не добрались на геймплей, сложно судить. Освещение, конечно, так себе. И порой трудно понять, где я нахожусь. Может быть, это сон Макс Пейна? Это ребенок убитый? Сложно сказать. Но пока что все, что мы можем делать, это идти дальше на разбросанные игрушки. Это лишь частички воспоминаний о событиях, которые уже свершились, которые произошли, но которые остались в нашей голове. И никак не дают нам покоя. Надеюсь, я не сожрал своего ребенка. Но картина, конечно, замечательная. Возможно, главный герой повинен в смерти своего ребенка. И гореть ему в аду, по крайней мере. По его собственному мнению. Так, вполне возможно, мне надо было бежать, а не гореть, но я сдался. Я смирился и сдался. Мне кажется, проснулся. А, как вы знаете, верный способ проснуться, это умереть во сне. Так, ну и, судя по всему, некоторые предметы предоставляют нам какие-то воспоминания, вполне возможно. Кусочек истории. Как во многих детективах, например. Ну и во многих хорроров в том числе. Так, нужно что-то найти. Чтобы восстановить, видимо, события, восстановить, вспомнить что-то, получить кусочки воспоминаний. С некоторыми предметами мы можем взаимодействовать. Причем есть вес у них. Я думаю, что швабра настолько тяжелая, я не могу контролировать с ней разбитые бутылки, вискарь. Это то, чем мы глушимся. Что мы будем теперь папироски искать? Найти зажигалку, чтобы поджечь сигарет. Так, как теперь я вытащусь? Угу, понял. Это лучше. Окей. Давайте посмотрим, что может быть сделано. Для работы. Так, я знал, что табак ни к чему хорошему не привезет. Хотя, вполне возможно, там что-то было, что-то более серьезное, весовое. Так что наркотики-то плохо. Понятно? Не одобряем максимально, но осуждаем. Так, и вот я снова здесь. Заточен в своих собственных страхах. Скрипучие баллы. Я всегда их ненавидел. И вопросы. Вопросы без ответов. Куда идти? Что делать? И как не провалиться случайно? Но зато в этой игре есть бег. Да, пока что я не могу сказать, что это именно сурвайвл-хоррор. Видимо, до монстра мы еще не добрались. Это какого-то существа, которое будет преследовать нас. Пока что все, что я делаю, это ловлю бэттрип. Скитаюсь. Бегаю кругами. Я вернулся и слышал, как кто-то рычал. Не знаю, к чему была эта сцена вообще. Так, вполне возможно, это я или моя сущность. Отражение меня самого. Я помню ту шляпу, я помню сигарету. Так, и у нас есть какая-то записка, которую крайне трудно взять нормально в руки. Так, какая-то рекомендация. У тебя есть семь минут, чтобы разгрести это дерьмо или что-то вроде того. Но, к счастью, не семь дней, хотя я бы предпочел, наверное, семь дней, чем семь минут все-таки. Так, ну ладно, осмелюсь предположить, что одна из этих дверей теперь открытая, как пролагало. Да, у нас замок автоматически открывается. Вышед, написан на этой двери. Мы попадаем в коридор. Но вполне богатый и красивый. Так, повязали меня, похоже. Или сдерживают от чего-то. Или просто сбивают. Выбивают из меня всю дурь. Бедного старика кидает нас в землю. Между позвоночника расползся. Настолько я беспомощный старик, а эти ребята не понимают. За что? Может быть, включаются субтитры. Вот субтитры не помешали бы, если субтитры здесь есть, то это действительно неплохо. По крайней мере. И игра вроде как на Юнисе, так что можно поставить авторусификатор. Единственное, здесь также есть субтитры. Давайте прямо сейчас посмотрим. Так, поворот, поворот. Рекомендуемое. Управление. Нет здесь субтитров, по всей видимости. Может быть, в графике. В графике я тоже не вижу ничего подобного. Так что, к сожалению, в игре нет субтитров. Либо они включаются в главном меню. Чем я очень сомневаюсь. Да, здесь точно нет субтитров. Винетку можем отключить. Чтобы она нас не раздражала. Так, ну окей. Жалко. Жалко. Так, да, можно было с помощью Google Translate перевести хоть что-то. Так, какие-то шары. Ну, возможно, это еще. Эти частички, вспоминай. В ощущение, что я в отеле Гранд Будапешт нахожусь. Так, только для стафа. Здесь электричество. Эти двери осмелись предположительно закрыты. Да, ну и судя по всему, что-то мне подсказывает, что мы будем бегать по этому особняку. Кстати, еще одна записка. Избегая встречи с монстром. Может быть, монстр это и я, и есть. Двенадцатый номер, да, но это явно отель. Хотя я сначала подумал, что это какой-то богатый особняк. Но как только я вышел в коридор, увидел несколько намеков на то, что все-таки это отель. А не чей-то особняк. Так, ну, по крайней мере, кроме этих шаров, я больше ничего не вижу. Учитывая то, что мы вне времени и пространства, похоже, я даже затрудняюсь ответить, что делать дальше. Все двери закрыты. Пятнадцать. Какая-то пантограмма. Пантограмма, точнее, появилась. Печать. И везде так. Видимо, что-то необходимо собрать для того, чтобы... А, или нет, не знаю, где-то воспоминания активироваться. И пытается сюжет в качестве этих замечательных записок. Так, еще одно что-то. В общем, мы должны отпереть каким-то образом эти замки. Да, причем врубать сразу все печати. Или нет? Там погасло. Так, ладно, давайте пробежим, подергаем за все ручки. Это единственное, что мы можем сделать, да? Вот здесь вот, например, открыто. Так, я видел, кирка шевелилась. Возможно, демоны в нее вселились. Здесь еще есть какая-то комнатка. Но, кстати, кто-то, видимо, организовал подкоп. Я не знаю, чем здесь занимались. А, видимо, видимо, здесь не простые ребята поселились, а какие-то ребята, которые вели какие-то раскопки. Не знаю, либо они туннель хотели прокопать здесь из этого отеля. Не стоит, наверное, так шуметь. Хотя, в любом случае, я здесь один, как мне кажется. Так, ладно, не знаю, что это за шары. Может быть, в записках было написано, что это и как использовать. Но теперь ведерко ожило. Так, эта дверь точно открывалась. Здесь план. Так, может быть, это в пристроительстве использовали эти блоки. Рука приклеилась. What the hell is going on here? Ди Картер. Да, но сюжета здесь много, похоже. Можно лампу взять, кстати. Одиннадцатый номер тоже открывается. Здесь нас включает очередная записка. И паранормальное явление. Я такое видел в кино низкобюджетным. Так, это просто часы. Я опять газетные вылезки. На лампу никак не сдвинуть. Так, прекрасно, но я полагаю, сделать мы ничего не сможем. Но эти записки нам никак не помогут. Ну уж точно. По всей видимости, я должен просто каждый номер осмотреть. Уточнив, что здесь происходит вообще. Так, двенадцатый номер мы смотрели. Одиннадцатый посмотрели. Здесь у нас ничего нет. Я чувствую вибрацию. Значит, мы на верном пути. Что-то происходит. Это действительно напоминает Петти или Лер Суфир. Слегка. Но ответов я так и не получил. Так, шестнадцатый номер по-прежнему закрыт. Пятнадцатый осмелись предположить тоже. Так, что все, что мы можем делать, это ходить туда-сюда. Попытаясь разгадать эту загадку. Здесь мы уже были. Мы везде, собственно, были. Кроме закрытых дверей. И здесь мы тоже были. Причем разные номера. Это, по-моему, одна и та же комната. Ну-ка, вот одиннадцатый. Это слетающий мебель. Двенадцатый. Да, вот двенадцатый это та же комната. Так, кажется, кто-то свет выключил. Действительно немного напоминает пяти. Какой-то триггер сработал, хотя я здесь просто ходил туда-сюда. Предлагаю взять свечу, которая нихрена не освещает, точнее, лампу. Не знаю, он просто ее уронил. Так, ладно, это что вообще такое? Я подумал, это моя незатушенная сигарета, но я предлагаю быстренько прибежать вот сюда вот на свет, где спокойней и безопасней наверняка тоже. И так было практически ничего не видно, может быть, эти печати теперь исчезли, хотел сказать, я, по всей видимости, нет. Так что будем выходить сейчас бродить на ощупь по стеночке. Идем. Фонарика, к сожалению, нет, лампа практически бесполезна, как мы выяснили. Итак, двенадцатый номер, мы опять здесь, лампа вернулась. Хотя я был сейчас не в двенадцатом, я был в таком же номере. Может быть, это регистрируется как две разные комнаты. Так, здесь сильно ничего не изменилось. Не работает. Видимо, нужно в электричество, в комнату с электричеством, но проблема в том, что там было закрыто, я не уверен, что ситуация изменилась в корне. Но комната такая была, я точно помню, и где-то она в конце, тут дыра, кстати, ну, все это время здесь было, где-то она в конце справа, по-моему, была. Так, одиннадцатый номер. Все, по-моему, идет по швам, да. Но здесь по-прежнему закрыто. Ну, вот в чем проблема. И треснул мирно пополам. Кажется, землетрясение, по всей видимости, мы в Японии где-то находимся. Не знаю, других предположений у меня нет. Боже мой, как он здесь появился, братан. В прошлый раз, когда я зашел в эту комнату, погас свет. Может быть, сейчас он включится. Давайте чекнем в ванную комнату на всякий случай. И здесь абсолютно ничего нет. Геймплей напоминает мне пяти, потому что там тоже беспорядочная бегаешь, клацаешь на все подряд. Пытаясь, пытаясь понять, пытаясь активировать какой-то триггер, какой-то скрипт. свет. Но свет не включился в этом проблема. Эти шары понятия не имеют, для чего они нам нужны. Давайте свечку, точнее, лампу побольше возьмем. Может быть, она хотя бы нам осветить сумеет путь. в конце концов, их здесь довольно много. Так, а эта картина висела нормальнее или нет? А то такое ощущение, что все хуже и хуже становится. Нет, землетрясение начинает все сыпаться. Так, четвертый, 14 номер, точнее. Здесь нас вообще нихрена не видно. Я вижу столько же, сколько и вы. ровно ничего. Кроме лампы ничего не видно. Если я эту лампу потеряю, боюсь, я никогда не вернусь. Так, а это что за дверь? Как будто в пустоту, но, видимо, это ванная. Кстати, у меня уже три сигаретки, может быть, стоит закурить. Расслабиться немного. Окей, давайте посмотрим, что может быть сделано. Так, ну, по всей видимости, это какая-то механика как раз. Действительно, я должен закурить. Протокол второй у нас появился для того, чтобы продвинуться дальше, как мне видится, как мне кажется. Или это некая комната сбора информации, то есть я ухожу в себя и изучаю все накопленные знания, вся информация, которая у меня есть. и затем, после того, как я подумал, проанализировал все происходящее, я могу вернуться вполне возможно назад. Да, я думал, мы в какую-то новую локацию пойдем. Так, и возникла из ниоткуда стена, или она раньше здесь была? Нет, она как раз-то появилась, видимо, когда свет вырубили. Нам заделали окно, да, я только сейчас это заметил, что теперь и окна нет, не частички света. неприятно было. Так, теперь появились еще какие-то существа, которые блокируют на проход. Практически барнакл из Half-Life. Ну-ка, быстренько пробегу. А все, он просто меня облезал, видимо. Но здесь ничего, что он храняет. Очередную лампу, которая абсолютно бесполезна. О, кстати, еще одна сигарета. Неплохо. И сейчас дверь, кстати, закрыта, и я не смогу вообще отсюда выйти. Ладно, я предлагаю действительно нас закурить еще разок. Мне кажется, рано или поздно здесь проход должен открыться. Так, теперь эта тварь еще и здесь. неприятная. Теперь я весь влажный. Не очень уютно себя чувствую. Этот холодок ощутил дрожь. Но при этом выбраться я по-прежнему не могу. Да, вот здесь еще тварь появилась. Присасывается ко мне. но приближать, кстати, можно. Эти сферы я по-прежнему не знаю, что делают. Я загнал себя в угол, я загнал себя в тупик. Все окна давно закрыты. Все входы и выходы. подожгу, подожгу ему язык тентакли. Я головой, кажется, убрался. Боже мой, меня кто-то шлепнул все сзади. Неприятно. Так, но здесь у нас есть краткий план последовательности действий. Теперь нужно кого-то найти и взять какой-то инструмент. И затем стабилизировать Венус, чтобы это не значило. Потом попасть в хранилище, найти инструмент и карту и найти ее. Это наша основная задача. Что же, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Спасибо.